рейд хрустальный чертог уже в игре в этом видео разберем первые этапы и поговорим не только об отличиях рейда от его же первой части но полностью обо всех механиках так что если ты никогда не проходил рейд world of glass до этого видео тебе поможет первый этап рейда открывающий вашей команде из шести человек нужно разделиться на три пары и занять три точки на локации слева справа и по центру вокруг будут спауниться мобы и вам нужно их максимально быстро отстреливать основное внимание сосредоточьте на минотаврах вы не должны пускать их в круг это помешает прогрессу постройки открывающего шпиля в отличие от первой части тут добавили еще векс циклопов они появляются на каждой стороне но стреляют через всю локацию так что на них тоже обращайте большое внимание циклоп появившийся на левой стороне может помешать игрокам которые стоят справа так что внимательно после того как вы успешно защитите все свои точки вы построите шпиль который откроет врата подземелья тут сразу на входе вас будет ждать первый сундук с наградой так что не спешите садиться на сперроу и лететь в глубь венеры следующий этап пройдет на этой локации точнее тут пройдет грядущие три этапа так что привыкайте к этому месту второй энкаунтер рейда по сути простое отражение атак и такая же защита объектов тут они называются слияниями так что делитесь на три пары или оставайтесь теми же которыми были на первом этапе и расходитесь по локации вот кстати карта если вам так будет проще ориентироваться из рекомендуемого оружия все на быструю зачистку разных противников пистолеты пулеметы гранатометы и ракетницы ваши главные друзья пистолеты пулеметы особенно поскольку в этом сезоне именно для них есть мод на перегруженные патроны а на этом этапе как раз появятся чемпионы с этой модификацией ну и нельзя не выделить гранатометы анархия и горстка пепла которые вы можете использовать для того чтобы блокировать точки спауна мобов и сразу же их на выходе уничтожать на старте этапа в центре появится хромовник полностью иммунный босс он будет кричать стрелять но ничего вы ему за это не сделаете в ближайшую пару этапов так что просто прячьтесь от его атак на первой волне вам нужно будет защищать лишь одно слияние прямо в центре там где вы спрыгиваете вниз особое внимание уделяйте фанатикам типу противников после убийства которых на земле остаются светящиеся лужи в них нельзя наступать иначе на вас повесится дебаф во времени очистив который вы умрете если босс скастует ритуал устранение о чем сообщается желтой надписью посреди экрана если вы все же наступили в эту лужу прыгайте в яму перед боссом специальный светящийся бассейн он снимет с вас опасный дебаф но важный момент очищающий этот бассейн исчезнет как только в него войдет хоть один человек поэтому если дебафом отмечены несколько игроков убедитесь что вы входите в круг одновременно после того как вы защитите слияние от первой волны вы увидите сообщение хромовник призывает свои легионы после чего на вас пойдет особо большая пачка мобов с теми самыми дебафами в виде луж вместе с легионами появляются и перегруженные чемпионы и виверны и так что будет жарко не жалейте суперов и тяжелых боеприпасов после этого начинается вторая волна и появятся другие два слияния слева и справа вам нужно теперь защищать их поскольку на центре к этому времени слияние пропадает игроки занимавшие эту точку могут по одному отойти направо и налево чтобы помогать напарником защищайте слияние переживайте атаку легиона и готовьтесь к третьей волне на третьей волне появятся все три слияния слева справа и по центру так что снова делимся на три двойки отбиваемся от врагов что будет если пропустите противников к слиянию и они принесут себя в жертву но если вы допустите четыре векса к любому из слияний вся команда умрет а теперь приступаем к третьему этапу рейда оракулом цель этапа уничтожить их строгой правильной последовательности всего вы встретите пять волн появления оракулов разделим их на условные раунды в первом раунде будет три оракула и с каждым новым раундом их будет на один больше финальном вам нужно уничтожить целых семь оракулы кстати стали теперь белыми они желтыми как раньше что немного мешает их быстро обнаружить но точки их появления остались прежними существует семь возможных мест появления оракула поэтому каждому игроку должен быть назначен хотя бы один оракул в качестве зоны ответственности а кому-то придется следить за двумя вот карта всех семи мест появления оракулов среди то вам будет очень важно запомнить все места появления оракулов поскольку действовать нужно будет слаженно и быстро каждом раунде сначала будет круг с так называемым предварительным просмотром то есть оракулы начнут появляться в тех точках в которых они потом появятся за правду два раза каждый оракул маякнет в своем месте в качестве предупреждения а на третий появится там на самом деле и вот тогда вам нужно будет его убить но опять же следите за последовательностью поэтому я и сказал что самым логичным способом будет назначить игроку каждому просмотр за определенной зоной появления оракулов и каждый раз когда вы слышите звук оракула игрок должен назвать цифру означающую последовательность и ломать потом оракул в нужной очереди остерегайтесь тут атак мобов с центра и в особенности снайперов хоп гоблинов позади вас первых зачищайте пока оракулы не появились а от вторых старайтесь спрятаться за укрытиями на этот этап отлично пригодится пулемет ксенофаг который за один выстрел ломает оракул и хорошо помогает для чистки тех самых снайперов даже на дальних платформах после того как вы разрушите последнюю волну из семи оракулов этап будет завершён и так четвертый этап рейда и первый босс этого подземелья темплар ну или хромовник огромная векс гидра в качестве механик этапа собирается все с трех предыдущих легион с дебафающими лужами оракулы с последовательностью и плюс к этому появляется новая роль для одного игрока использование релика щита его главная задача накопить супер заряд а затем выстрелить им в босса и тем самым снять с него щит чтобы остальная команда могла начать его дамажить реликоносец может бить щитом врагов бить с размаху по земле используя кнопки ближнего боя и стрельбы а на кнопку гранаты вы активируете переносной купол щит который блокирует входящий урон кстати если в первой части этот купол лечил игроков наступивших в лужу легионеров от дебафа то в сиквеле так не работает так что для этого продолжайте использовать бассейн света в центре на этом этапе оракулы будут появляться группами по 3 но как и раньше их нужно убивать в том порядке в котором они появляются после того как вы разрушите их вам нужно будет собираться всей командой для фазы урона по боссу реликоносец сообщает всем что готов снимать щит босса и стреляет используя супер релика как только щит с хромовника слетит некоторые игроки попадут в красный пузырь который полностью обездвижит их громко сообщите команде если с вами это произошло товарищи по команде должны разбить пузырь постреляв в него вносите урон по боссу мы для этого использовали ракетницы и снайперки лучше всего показали себя такие связки как ракетницы с перком на долгую память и снайпа бремя и дзенаги снайперки с перками тройной выстрел или с четвертого раза получится и анархия с использованием сезонного перка на 9 единиц силы ну или два дробовика с точной рамой плюс божественность из расколов варлока с сапогами лунофракции страдка станикса я пока что особо не заостряю внимание на сезонных модах потому что этот гайд скорее всего будут смотреть и в следующем сезоне и там моды сменятся поэтому пока просто пушками наверняка во время фазы урона босс попытается телепортироваться в новое место на арене оно будет предварительно обозначено большим красным кругом и лучом света если вовремя встать в этот круг вы заблокируете телепорт и продлите фазу урона обычно этой блокировкой телепорта занимается игрок с реликом пока остальная команда стоит вместе и стреляет по боссу но учтите что если вы блокируете телепортацию босса то фаза урона продлится очень долго что конечно хорошо но вот оракулы и мобы появляются по таймеру так что вам придется в какой-то момент обратить на них внимание и уничтожить оракулы в нужной последовательности так что не увлекайтесь особо дамагом иначе рискуете погибнуть от оракулов и их песни если же вы не заблокируете телепортацию хромовника он вновь накинет на себя щит и вам нужно будет повторять этот цикл вновь когда вы убьете босса ворота в центре откроются и вы сможете пройти по подземелью еще глубже доходите до обрыва и прыгайте вниз тут вас ждет один из моих любимых этапов стелс прохождения лабиринта с горгонами специальными мощными гарпиями вексов которые если вас заметят уничтожат всю команду проходите осторожно по маршруту который я показал видео и все будет хорошо а Не прыгайте около горгон, не используйте спринтбек, иначе вас заметят, если вы охотник, можете немного схитрить используя инвиз. Тут также есть секретный сундук, но о нем я расскажу в отдельном видео, потому что их на весь рейд несколько и будет удобнее если в одном видео собраны будут все. Чуть дальше вы выйдете на этап с прыжками по пропадающим платформам. Тут можете смело срезать со второй платформы и прыгать на карниз справа, ну а потом по тонкой тропинке далее. Итак, вы добрались до финансового рейда. Пятым этапом рейда будет сражение с привратником и добыча релика. Итак, слева и справа вы увидите два портала и синхронизирующие пластины рядом с ними. Они активируют эти порталы. Левый портал – это Марс, правый – Венера, так их называет большинство игроков. Но кто-то будет называть иначе, например прошлое и будущее, красное и зеленое и так далее. По факту эти локации в порталах – это то же место, в котором вы оказались, но в других временных шкалах. Так что вы увидите, что локация один в один, это поможет вам в будущем, в смысле, при будущем прохождении, а не в портале, ведущем в будущем, господи, как перестать каламбурить про время в этом рейде. Убив гидру привратника в центре, вы выбьете релик, который такой же щит, как на хромовнике, после чего часть команды должна встать на пластину синхронизации, чтобы открыть портал рядом с ней. В порталах будут слияния, которые нужно защищать от противников, иногда среди этих противников будет минотавр с щитом, который способен пробить только игрок с реликом. Так что грубо говоря схема такая, часть игроков находится в основной локации и сохраняет порталы активированными для перемещения по ним, часть игроков чистят мобов в разных порталах попеременно и защищают слияние. Теперь по этой схеме подробнее. Когда первый игрок только подберет реликс привратника, ему нужно знать в какой портал прыгать, чтобы снять щит с минотавра. Так что к этому времени часть команды должны открыть и левый и правый порталы и впустить туда по одному игроку, для разведки, есть там минотавр или нет, он спаунится на третьей волне мобов. Как только в одном из порталов появился минотавр, реликоносец летит внутрь и снимает с него защиту, а во втором портале одновременно с этим спаунится виверна. Когда реликоносец сбивает щит с минотавра, он должен бросить реликвию на землю, чтобы ее подобрал другой игрок. Почему? Потому что когда вы с реликвией пользуетесь порталом, вы получаете таймер с дебафом на 35 секунд, который не даст вам перемещаться через порталы. Так что один игрок не может использовать релик и прыгать туда-сюда, чтобы снимать щиты минотавров во всех измерениях постоянно. Итак, после убийства первого минотавра в первом портале, человек, который был внутри до реликоносца, должен подобрать реликвию и уйти через портал наружу, а первый держатель релика остается, чтобы защищать слияние. Новый же держатель щита будет ждать, пока его вызовут в противоположный портал, чтобы убить там другого защищенного щитом минотавра, после чего он там сбросит релик для стража, который также подберет его и продолжит процесс. В общей сложности вам нужно будет повторять этот процесс до тех пор, пока вы не убьете по 3 минотавра в каждом из порталов, то есть 6 минотавров в сумме. Игрокам снаружи, тем, которые держат порталы, тоже придется нелегко. Кроме кучи мелких мобов, на них будут наступать перегруженные чемпионы, а на платформе в центре локации будут появляться новые привратники, которые будут блокировать порталы, их нужно убивать как можно скорее, чтобы игроки с реликами могли передвигаться без задержек и защищать слияние. После того, как вы убьете 6 минотавров, слияния в порталах исчезнут и появятся последние, в основной локации в самом ее центре. Теперь вам останется защитить лишь его. Это можно и нужно делать всей командой, порталы держать больше не понадобится. Тут также продолжат появляться минотавры в щитах, так что реликоносец должен внимательно следить за их появлением в центре слева или справа, а на самой последней волне мобов заспаунятся и виверны со стороны порталов. В общем, весело будет, держитесь. Как только слияние исчезнет, этап будет завершен и вам останется сразиться только с финальным боссом рейда Атеоном, которому я посвящу аж отдельное видео. Оно выйдет чуть позже, сегодня, хочу пройти его еще раз без модов первого дня, чтобы инфа была подоступнее. Не пропусти это видео, подпишись на канал, ну и спасибо за просмотр, до связи!